Ребят, настоятельно рекомендую сайт raid.guru. Здесь есть каталог героев со всевозможными фильтрами, каталог кланов, локаций с гайдами и нет навязчивой тупой рекламы. Ссылочка будет в описании raid.guru. Заходи. Итак, ребятки, всем привет. Так как у нас очень годный x2, x10 на синие осколки, очень многие хотят открыться. И вот один из подписчиков, Борис, спасибо большое за аккаунт на открытие, дал 67 осколочков еще на открытие. Еще раз, всех призываю в это открытие открыться. Как это звучит странно. Потому что сам герой годный, x2 на осколки годные. Ну, наверное, говорю еще раз, что только какой-то гарант лучше, чем то, что сейчас предложили Плары. Это очень прикольно, плюс достаточно крутые призы на турнире открытия осколков выдают. Давайте, у меня было 68, тут 67. Ну, надеюсь, думаю, что мы лего вытащим. Места есть. Спасибо за аккаунт еще раз. Все ссылочки будут в описании. Группа на телегу, на сайт. И сразу же эпика достаем. И это у нас костолом. Чуть-чуть не повезло. Я сначала подумал, что это людоед бежит. Они там рядом, братья скины похожие вроде бы. Так, редкий герой. Это у нас брат ядовика тюремчик. Конечно же, это герой корм. Мы, как всегда, комментируем. Магистр очень похож на лекаря, но герой средней паршивости по сравнению с лекарем. Это фигня, конечно. Элайн. Темный элайн топ. Обычный элайн идет на корм. К сожалению. Подвижница тоже на корм идет. Ну, костолом, кстати, эпический герой. Достаточно годный на ВФ, на воины фракции урон. То есть, ДД хороший. Слизень со странным языком. Не прикольный, чувак. Не надо прокачивать. Так. Меченый. Меченый у нас бьет три раза с А1. Подходит на лаву вплоть до, там, 13-15 лав. Что-нибудь такое. R13 скорее. Погнали. Шесть раз по десять. Надеюсь, что будет лего. Один эпик уже выпал. Но, как мы видим, мы 20 осколков открывали на своем аккаунте. В конце ни одно даже эпического не выпало. И вот он эпик. Миссионер, к сожалению. Это мусор. Лордри Каракар. В принципе, щиты пойдет. Личи. Это на слияние. Разум, скорее всего, здесь сделано. Шипоголовый. Это на слияние Мучителя, который вместе с Рожкаром образует анкил. Все остальное, в принципе, на корм. Ну, нормально. Три эпика из десяти. Достаточно удачно. Достаточно удачно. Надеюсь, мы хотя бы годных эпиков, что ли, вытащим. Легионер. Это нам дают. Йотун. Василиск. Это на силу. Блин, четыре эпика выпало. Тоже неплохо, на самом деле. Ну, конечно, не для этого аккаунта. Пощитом 90-й левел. Легионер дают за посещение игры. Такой себе. На лаву рыцарю чуть-чуть. Йотун сильный соло-шотер. Василиск хорош на воины фракс. Это на силу в начале игры. Нормальный герой поддержки в начале игры. Потом он теряет свою все-таки актуальность. Ну, на воины фракции почти все подходят. Открываем еще десяточку. Талия. Талия годный дд в начале. На арену, например. Очень хорошо и больно бьет. Так, всего один эпик. К сожалению, все остальные, опять же, кроме Каймана, это щит на краба. Все остальное, в принципе, я бы скормил. Так. Ну, Лега-то будет. Где X2? Ой! Здесь, 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 здесь. Нам попалось, Лега. И Ваготыч еще попался. Ух! Ваготыч очень годный герой, ребята. Эпик. Советую качать один Вагот в команде, поставить его в последнюю ячейку. Он 50% урона обратно возвращает команде и 25% урона возвращает себе. Очень годный эпик. Я его использую и на КБ, и на очень многие сложные пачки, например, чтобы сейвиться на роковой башне со сложными ребятами. Ну, в общем, он очень крутой герой на арену, на КБ. Абсолютно везде заходит. И мне кажется, его, его пассивка, она уникальна. У него больше такой нет, чтобы отражать ХП. Но пишите, кстати, в комментариях, если знаете. Молли Кельнер героиня очень годная. Это очень сложно убиваемый герой, провокатор, плюс умеет поднимать героя. То есть, не помню я массу провокаторов, которые при этом могли бы еще и поднимать героев. Вот, по-моему, она такая единственная, тоже уникальная методика. Очень хороша на арену в дев-пачке. Очень хороша, когда ходит первый или близкая к первой. Потому что она наклада на себя, ну, провоцирует всех, плюс она отражение накладывает, плюс она поднимает. И еще на него блок урона кого подняла, накладывает. Достаточно годная штука. И, как видите, получает удар заполняет шкала хода команды на 15%. Все такуют боссы, заполняет шкалы хода команды на 25%. Шкалы хода заполняет. Очень годный герой. Один из лучших танков массовой провокации. Вот. Это очень годный герой. Ура! У нас два открытия, две леги под Х2, даже не 100 осколков, а 60 откроют. И шанс пониженный. В принципе, со 100 должна хотя бы одна леговая свеча. Вот я думал, что еще одна десяточка осталась, а может быть еще одна. В общем, годный герой. Вопросов не имею. Вопросы, кстати, повтор или нет. Хукши пасты, фенакс и тараги жимоморт. Плюс еще тут ворожей, это такой себе подсейвер, но хоть какой-то хозяйку не качать, арбалитчика не качать. Да, хукши пасты, масс разлом на начальном этапе, очень крутой масс разлом по-моему, еще масс атаку не нусует дебаф. Фенакс очень крутой на ледяного голема, плюс соло шотер, очень сильный, плюс у него есть масс атака с маленькими коэффициентами, но при этом очень хороший дебаф, и по-моему, там блок активных таваков. Тараги жимоморт очень хорош на воины фракции, очень хорош на КБ, например, ну, в общем, неплохой подсейвер. У нас еще одна десяточка осталась, в принципе, годные эпики, годные лего выпало, надеюсь, что все-таки не повтор леги. Потом сходим к гномам, посмотрим. Так, Сачи эпик выпал, так себе эпик, пустынная разбойница, ну, как видим, опять много синего насыпало, из них можно Авера алхимика немножечко выделить, хороший герой на КБ, по-моему, много ядов накладывает, пустынная разбойница, тоже на КБ годный герой, очень неплохо, очень неплохо, продлевает бонусы команды, в общем, посмотрите, очень неплохо, своим еще и пассивочкой защиту повысит, в общем, очень-очень-очень хорошее, продлевает действие всех бонусов, сокращает действие бонусов на цели, и еще и пассивка, вот, здоровье одного союзника подниже 50%, кланка команды щит союзников, также на себя блок урона. Вот такое вот открытие, надеюсь, вы подпишетесь на этот канал, поставите лайк, колокольчик, будете продолжать давать свой аккаунт на открытие, Борис, еще раз спасибо, и, ребят, старайтесь большое количество осколков копить, потому что по 2, по 5, по 10 открывать не очень прикольно, можно с полном будет совместить, но вот 60+, прям, видите, мы леги прям достаем, да, и мы хотели, кстати, пойдемте посмотрим, в гномах это был повтор, или, вернее, дворфы, но для меня это гномы, нет, это новенькая, моли новенькая, в принципе, гномы, я думаю, что здесь уже закрыт, то, что и прислужник, и Трунда есть, но, моли, повторяюсь, не помешает, не помешает на арену в деф поиспользовать, в общем, можно ей найти применение, неплохо, не лучше, конечно, лего, лучше был бы камер, это два раза, видите, не туда, как бы, x10 не на камеру, по ходу дела, вот, всем спасибо, спасибо за подписку, за просмотр, за лайк, за комментарий, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok